И с Майклом мне было тяжело сначала работать, потому что он заставлял меня убирать очень многое из того, что у меня было, уже написано, и переписывать заново. Знаете, переписывать уже готовую музыку очень трудно. Но, тем не менее, мое желание быть композитором в этом фильме было настолько сильно, что через 3-4 дня мы нашли какой-то компромисс. Меня утверждает уже на пост собственного композитора. И я пишу несколько новых тем, в частности, основную тему любви, которая идет по всему фильму. Это соло-фортепиано. Я исполняю, кстати, соло на фортепиано и в саундтреке. И уже второй раунд нашей работы, уже в январе месяце, он гораздо проще. Но что меня совершенно поразило в работе продюсеров, я никогда не сталкивался с голливудским, так сказать, нравом, напором и темпами работы. То есть давайте быстрее-быстрее? Все готовы? Быстрее-быстрее, да. И главное, что, ну, это, наверное, может быть и рекорд книги Гиннеса, потому что фактически весь саундтрек был написан за 4 недели. Причем в Лондоне. Вот здесь я уже так чуть-чуть его подправлял. Я прошу прощения, когда вы спали? Я практически не спал. Я спал по 2-3 часа, потому что целый день мы сидели в монтировочной с режиссером. Он мне говорил и записывал по нескольку раз, повторяя, где и какая музыка должна быть. Потом я шел в свою квартиру, писал музыку где-то до 4-5 утра. В 8 я просыпался, садился на автобус, ехал, соответственно, в студию. Мы продолжали работать. Я приносил на флешки материалы. За час до прихода режиссера мы с монтажером делали подкладку музыки. Он слушал. Что-то ему нравилось, что-то не нравилось. Когда нравилось, я плакал от счастья. Когда не нравилось, я был в отчаянии. Потому что иногда приходилось переписывать по 2-3 раза, и все его не устраивало, не устраивало, не устраивало. Но в конечном итоге я был рад одному моменту, что у Майкла, он не профессиональный музыкант, но у него потрясающий музыкальный вкус. Просто потрясающий. Он слышит такие тонкие вещи, и он мне во многом помог. Потому что заставляя меня чистить партитуру от лишних деталей, от лишних элементов, доводить ее буквально до графической точности. Потому что текст, сценарий очень-очень лапидарный, очень емкий и очень сжатый. То есть сам сценарий был сокращен в результате работы Майкла. Он же сам писал сценарий практически в 2 раза. То есть там были проблемы с финансированием, финансирование было сокращено. Надо было... Планировались грандиозные съемки в Москве, на Курском вокзале, бра-бра-бра и прочие в Ясной Поляне. Но абсолютно невозможно было выдержать этот бюджет. И весь фильм снимался в Германии. Я снимался за полтора месяца. За полтора месяца фильм снял. Я просто не понимаю, откуда у Майкла Хоффмана такое тонкое чутье русской музыки. Вот я не понимаю, как... И русской музыки, и русской литературы. Он фанат русской литературы. Он перечитал Галер Мирнов? Он читал Толстого, он читал Чехова. Мало того, сценарий им пестовался в течение 6 лет. Он... Эту идею... Эта идея у него возникла в 98-м году. Роман Парини, The Last Station, основанный на дневниках дочери Толстого, самого Толстого, и Валентина Федоровича Булгакова, его секретаря, и воспоминания Черткова, он был написан в 90-м году, вышел в продажу. А сценарий он начал писать в 98-м, и первые варианты сценария ему абсолютно не понравились. Он начал перечитывать Чехова. И после того, как он перечитал все пьесы Чехова, он нашел алгоритм, как сделать этот фильм. И вместо такой, как бы, немножко скучной, да, и пафосной истории о великом писателе, которого мы знаем с детства, такой с бородой, да, кто-то такой серьезный, не улыбающийся, он сделал трагикомедию. Он сделал удивительно живой фильм про проблемы брака, собственно. То есть, он раскрыл загадочную русскую душу? Он раскрыл, я думаю, что не только русскую душу, он раскрыл в принципе душу, он раскрыл проблемы жизни вдвоем, мужчины и женщины. Раскрыл проблемы любви, раскрыл проблемы гармонии вот этих вот противоположностей, которые все время борются друг с другом, и друг без друга жить не могут. Поэтому жизнь Льва Николаевича и Софьи Андреевны, она удивительный пример этой гармонии, этого конфликта, этого примирения и этой постоянной ежедневной человеческой душевной работы. Потому что конфликт, в общем, был серьезен, безусловно серьезен. Когда я встречался в Ясной Поляне с Владимиром Толстым, прапрапраправником его, мы задали ему вопрос с Андреем, что почему до сих пор семья Толстых существует, они встречаются, они приезжают в Ясную Поляну, их уже более 300 человек. Почему семья, она такая дружная? И он просто ответил, потому что Лев Николаевич никому не оставил наследства. Он не захотел быть королем Лиром. А Софья Андреевна, как раз она, у нее позиция была другая. Она, естественно, 38 лет прожила, 13 детей родила. Она была его женой, она была его младшей, младшей сестрой, женой, подругой. Она отдала всю жизнь, и когда вдруг в конце жизни он решает все свое творчество лишить наследства и все свои права отдать на публичное использование, она, конечно, понимает, для чего она вообще жила тогда, для чего все это нужно было. И вот этот конфликт, который произошел у них, это кратко, безусловно. Он гораздо более емкий, он гораздо более глубокий и не такой простой. Но, в общем-то, фильм как раз именно об этом. И те проблемы, которые, как я сегодня на пресс-конференции сказал, можно как бы не пойти к психоаналитику, а можно просто пойти посмотреть фильм и взглянуть на себя и на проблемы, которые возникают у нас в семьях, вот как в зеркало, и посмотреть, как это решать.